Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, потому что здесь много нехороших дел творят. Давайте поговорим, интересно будет. Давайте, только ни одного худого слова, чтобы не сказали. Договорились? Хорошо, да. Хорошо, спрашивайте. Вот скажите мне, такой интересный вопрос у меня возник. Как, например, мусульмане утверждают, что Иисус не был Сыном Божиим. А мы, христиане, говорим, что Иисус был Сыном Божиим. Так вот, кто из нас прав, а кто нет? Как это все понять? А вы знаете, что мусульманство возникло на шесть столетий позже? Да. И у них данных никаких других нету исторических. Это просто искаженное из того, что у нас есть в нашей Святой Книге. Это Новый Завет или... Новый. Вот, Библия, считайте. Да, да, Библия, вижу, да. Это по благословению Патриарха. Так, а они этого не знают, потому что он на слух брал, что то и писал. У него рядом были с середиками жил основатель их религии. Поэтому там грубейшие ошибки встречаются. Вот Мария, мать Иисуса Христа, от Моисея жила на 1600 лет разницы. Между ними 1600 лет Моисеева сестра Мариам и Богородица. А у них прямо написано в книге, что они родные сестры были, жили рядом. Ну, что тут говорить-то? А, ну да, вот это интересно, кстати, очень интересно. Я даже не знал. Ну, вы не знали, но я вам говорю. Вот, смотрите. Вам видно? Хорошо, да, я покажу. Коран. А, у вас тоже Коран тоже есть. Да, это у меня есть в техниге. Вот. Вы изучали его? Ну, конечно, я целый том написал. По суру моей я там разбираю весь Коран в сравнении с Библией. У меня 38 томов. А как можно вас найти, почитаю? Берите карандаш, записывайте. Четыре слова надо записать. Сейчас. Значит, канал, канал в Ютубе называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». То есть от нее свет идет. «Во свете Библии». И рядом напишите «Игнатий Лапкин». «Игнатий Лапкин» – это я. Спасибо, Тринайя. Прямо сегодня даже посмотрю. Теперь, если у вас будет... Я сейчас закончу. Будет желание поговорить когда-нибудь, вы в скайпе зарядите «Игнатий Лапкин». С этой фамилией я один, с этим именем, фамилией. В скайпе. Но только заранее напишите, что мы вот тут-то встречались с вами. Чтобы ваше было имя, фамилия и фотография. Теперь, дальше, на ваш вопрос. Если вы напишите «Во свете Библии» и рядом слово «сайт», именно «сайт», уже не «YouTube», «сайт». Вот на сайте запишите «сайт». «Во свете Библии» и «сайт». Ну и «Игнатий Лапкин» можете подставить. Там все мои 38 томов книг у меня вышли. И 7 в интернетной версии, а эти в бумажной 38. Если поставите вместо сайта форум, зайдёте на форум. На форуме 1600 тем. А здесь зайдёте. 14 тысяч 500 роликов у нас. Тысяч. Мы строим православную деревню с нуля. Вот у меня брат, он протоиерей. Вот 3 февраля было 40 лет, как он в сане священника. И у нас ролик стоит, как приехал митрополит. Служили у нас все вместе. Вы это увидите. А Алтайский край – Барнаул. У нас митрополит чудесный, Бог прислал. До этого не лады были, которые были, его отправили в Липецк. А этот у нас сейчас с нами здесь, в Алтае. И теперь, если в мейл.ру зайдёте, «Мой мир» называется, «Система». Игнатий Лапкин. Там 22 тысячи фотографий наших. Там всё. Наша миссионерская поездка. Вот мне Господь позволил это написать. И мысль дал, чтобы подарить книги в библиотеке мира. Ну, мы начали с Америки, с Австралии. И проехали из Барнаула до Владивостока. Потом вернулись. Книги забросили контейнером до границы. И проехали до Лиссабона, Португалию. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику и Север. 650 городовых сёл. И везде я дарил по 38 томов. То есть, мои книги у Путина видели, в библиотеке Ленина, в Москве, в парламентской, в исторической, в королевских библиотеках. Я не жалею это. Мы подарили на 35 миллионов рублей книги. Мы прошли 120 тысяч километров. Это ровно три раза по экватору вокруг обойти. Это вы всё там увидите. Мы везде всё снимали. То есть, это настолько не... Вы все молодец. Как говорите? Вы настоящий молодец. Ну, это Господь, Господь. Господь знает. У меня покаяние было после армии в 23 года. 27 сентября 1962 года в 17.00. Я на корабле работал. И мне Библию впервые дали. И я склонился на колени. Я с детства верующий. Родился в старообрядческой киржатской семье. А теперь мы в официальную церковь ходим. И там я в слезах высказал Богу свою жажду. У меня всё. Я сильный, смелый на корабле. Такая перспектива. А в душе пустота. И когда я просчитал, что за меня умер Христос. И Он мне прощает грехи. Хотя грехи у меня не были. Я не убивал никого. Не курил, не матерился. С женщинами дела не имел. А я знаю, что я грешник. Мне в аду мучится. Грешник я. То подумал, то посмотрел, то... Я очень много учился. И Господь поставил меня на этот путь. Я теперь пошёл уже по тюрьмам. Лагерь там. Морозилки. Меня крутили, вертели. Мне 80 лет будет 10 июня. Я остался живой. И когда вы зайдёте на сайт, на наш сайт, и там на первой странице книга называется «Для слова Божия нет уз». Это два священника пишут книгу о моей биографии. И там, что у нас писали газеты здесь, за рубежом. Я три радиопрограммы регулярно вёл. Пяти институток преподавал. И там всё это описано. Какие были... Как на суд был. То, что говорил, тайно записали. Отправили в Париж, когда я сидел. А потом пришла русская мысль. И всё это в одной книге. Это как срез истории. Вот она... То есть человек, если берёт читать, ты на работу забудешь идти. Тем более... Да я почитаю там, зайцы. Там... И там написано звук и видео. Звук и видео. Если вы ткнёте, другая страница будет. И там государственные фильмы, она снятая. Один занял первое место на международном киноконкурсе, документальный. Причусти. И второе о моей биографии. Первое место в России. Златоуст из Потеряевки. Вам будет это исключительно интересно и полезно. Тут... Там всё правильно. Там нет игры. Мы не артисты. Вот. 21 тысяча деревень исчезли. А мы с нуля взяли и строим сейчас православную деревню. И первый разговор ведём с... Кто приезжает. Да он должен доказать, что не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор. Я как-то сказал... Это правильно? Ну, конечно. 21 тысяча разрушенных сёл. Тебе не нравится? Бери там, устав напиши. Ходить можно голым. Материца. Это твоё... Ты хозяин. А мы зарегистрировались через краевой отдел, краевую администрацию, в отделе юстиции. То есть всё законом путём. Храм построили, государственная школа. Мы не пенсионские затворники. У нас уже интернет там есть. Это от Барнаула 150 километров. Люди живут от своего хозяйства. Земли, правда, немного. У одного 450 гектар только. Уже земля разобрана была. Но у нас рядом живёт человек, близкий к нам, Женя Долгов. У него 6700 гектар. Вот вообразие. Ну, он больше ячмень, пшеницу, кукурузу, свёклу, подсолнухи, всё он садит. Ну, у него комбайны работают, люди. Воровства нету совершенно. Он узнаёт, у человека свинья есть. Подними руку. Отходы бесплатно. Ничего не воровать. Зарплату в несколько раз больше, чем обыкновенный колхоз платит. И он нам близкий человек, Женя Долгов. Видите, как... Это очень интересно у вас такой мир вот сложился, как вы мне объяснили. Это очень интересно. Ну, знаете, это нельзя составить так вот. У меня чем-то биография напоминает в своём роде Солженицына. Он там был в ГУЛАГе, я был в ГУЛАГе. Он был на войне, я в армии. У меня длиннее был, я на кораблях плавал. И так же самое. У него книги, и у меня вышли книги. Его презирали, меня презирают. Да и есть за что. У меня только за 8 месяцев пришлось заблокировать на Ютубе 8 тысяч человек. Это больше, чем полдивизии. Примерно 220 роликов против меня направлено в интернете. Зависть съедает людей. У них ничего нету. А у нас всё есть. Ну, это основал я. Господь мне позволил. Детский лагерь. И я начальник его был. 45 лет. Без помощи государства. Ни копейки не дали. Тысячи детей подняли. И главный лозунг у нас везде. Россия должна встать. И второе. Россия это мы. И дети так. А я написал ещё гимн. Как на костре быть. И как. Где мы живём. А дети поют. Это всё в фильмах. Ну, я понаблюдаю. Вот много ваших роликов посмотрю. Почитаю книги. Мне интересно. Вы много встретите отрицательного. Если вы самостоятельный мужчина, вы поймёте. Они мои ролики берут, оттуда вырывают, переворачивают. В одном месте даже голову отрезали. Показывают, что я с женщинами. Или пришлось прокуратуру подать. И сразу прекратилось. А всё убрали. А они это специально делают, чтобы пахали. Да это нам-то у нас написано. Молитесь за врагов. Я молюсь за них. Каждый день. Господи, прости им. Они не знают, что худо творят. Чтобы на суде Бог не помянул их безумие. Чтобы они в ад не попали. Мне задача любить врагов. Чтобы они не погибли. Я не могу сказать, а что бы ему повылазило. У нас это не положено. Я хотел у вас совет один взять. Вы не были человек на самом деле. И мне интересно было ваше мнение. Нормально это или нет. Просто я сейчас вот. Сам живу я во Франции. На данный момент 10 лет. Но я скачал VPN, чтобы с русскими людьми сейчас общаться. Я сам из Беларуси как-то. И вот я встречался. Жил с девчонкой. С одной девушкой. В общем, я ее серьезно воспринял. Я готов был с ней и семью создавать. И вроде она мне показалась положительной. Вроде все нормально. И любит. А на следующий день просыпаемся. Как будто подменили человека. Как будто холодная сидит там. Разговоров нет. Спрашиваю, в чем дело. Взяла там, обиделась. Какой-то вообще ушла. И уже три недели не разговариваем. Я не понимаю, в чем дело. Почему они так сидят? Вроде сегодня все хорошо, а завтра холодный, как стол. Человек как стол просто. Понимаете, вы опередили события. То есть вы ее познали как женщину. Вы спали вместе. А этого нельзя делать. Надо по порядку благословения родителей получить. Чтобы она была девственница. Дальше. Родители благословились. Церковь венчания есть. Мы православные. А это блудом называется. Вы опередили события. И она сама того не понимает. Она может быть хорошая. Но она понимает, совершилась страшная. Она никогда в ваших глазах не будет уже такой, какой бы она была, если вас не допустила. Она будет вас звать кобель бесхвостый. Что ты со мной сделал? Зачем ты сделал? Надо было дождаться. Вот какое, браток, дело-то. Так что... Но я же не первый был. Ну, ну не первый. Ты должен был расспросить, узнать, говорится, и справку взять. Это дело... Вот после... Самое главное – уверовать во Христа. Жить для Бога. А второе место... Дело – это жениться правильно. И выйти замуж. Женился на скорую руку, на долгую муку. И тебе уже ничего нельзя сделать будет. Скажите еще, пожалуйста. А вот смотрите. Допустим, мужская и женская измены прощаются вообще по... Ну, это... Так, подождите. У меня что-то тут... Никуда не уходите только. Вот. Прощаются вы имеете в виду как друг к другу или от Бога? Ну, вообще, и так, и так. Значит, друг друга – это от вас зависит. И если случится такое, мусульман не простит. Он сразу ее зарежет. А там разговор короткий. А вы, русский человек, вам нельзя об этом думать даже. Ну, если такое случилось, ты любишь, ну, что сделаешь-то? Ты тоже не прав. Зачем же ты полез к ней? А если она мне, допустим, если она мне возник? Ну, от тебя зависит. Два варианта. Развод, если вы венчан. Она не венчанная вам, говорится. Какая разница-то? Это как весенняя собаки. Сошлись и разошлись. А вот если ты верующий, ты никогда не позволишь этого сделать. Потому что это блуд. Блуд. Надо законно, по благосценению родителей, собрать в церкви, подготовиться к постам молитвы, и чтобы священник повенчал. Венцы надевает на голову. Это вопрос очень серьезный. Вот я сидел в тюрьмах, а я на сто процентов уверен, что моя супруга, она нигде никогда не подойдет. А она учительница была. Она обо мне ходатайствует. Генеральную прокуратуру там в Москве. Вот, понимаете, друзей там много. Вот у меня брат работал на авиационном заводе в Новосибирске-то. Ну, и там ему на авиационный завод. И подошел один и говорит, Андрюша, сейчас вот ты знаешь мою Лариску? Ну, конечно, знаю. Вот сейчас, говорит, пришли, говорят, она опять с солдатами во вторую смену, а вечер уже с солдатами опять на танцплощадке. Он говорит, Леня, а ты где с ней познакомился? На танцплощадке. Ну, она там у тебя и есть. А он тогда постоял маленько. Да я ее убью все равно. Ну, еще ты этим добьешься. Ее лишишь жизни. И сам себя погубишь. Но детей-то не было еще. А потом он говорит, а твоя жена где сейчас? Ну, сейчас еще время-то сколько? Шесть часов. Она в храме. А где ты познакомился? В храме я познакомился. Из армии пришел. Гляжу, она на клиросе поет. Она такая, невысокого роста. Но хорошая-хорошая. Я ее сразу заметил. А потом постепенно познакомились. А потом с родителями познакомились. А потом в храме повенчались. Вот. Он, я говорю, ты ее там? А я ее здесь нашел. Я тут ее искать буду. Да я ее искать не буду. Она там поет. Я приду, когда домой, она уже дома. Вот ведь, дорогой, как дело-то. Это мы должны говорить. Обязательно. Иногда здесь в интернете выходят маленькие ребятишки. Ну, я расспрашиваю. Родители дома? Нет? Если есть, позовите их. Потому что вы маленькие. А я говорю вам, может быть, родители не пожелают, чтобы я вам говорил о Боге-то. Может, родители-то неверующие. Ну, законно, чтобы было-то. Да никого нет, да мы ходим в церковь, мы православные. Ну, тогда ладно, слушай. Десять лет уже, а другому брату двенадцать. Никому никогда не заходите в дом. Никогда не заходите. Потому что дверь закроется, и вас никто больше не увидит. Друг от друга никуда. И сразу домой. Нигде не останавливайтесь. Вот уходите на улицу. Ну, на улице много опасностей. Ты к двери подходишь, перекрестись вот на лоб, на чрево, на правую руку точно, и на левую точно сюда. И скажи, Господи, благослови меня. И к матери три поклона повернешься, и говоришь, мама, благослови меня. А к дверям подойдешь, скажи, отрекаюсь от сатаны, и всех дел его, всей гордыни его. И тогда иди, никого не бойся. Перед тобой все вот так будет раздвигать ангел. Вот как дело там встает. Я так и сделаю. Так и сделаю. Поэтому, если любишь, значит, возьми на себя все. Поведись, скажи, я был неправ. Не говори, ты сама такая. Да не дай Бог еще назовешь ее нехорошим словом. Зачем же это? Так что, не все потеряно. Возьми с молитвой, попроси еще кого знаешь, чтобы помогли, чтобы молитва была усиленная. Христос сказал, где двое или трое согласятся, о чем молиться, я услышу. Перед Богом все это. Это серьезно, очень серьезно. Какие дети будут, как они будут воспитаны, как она будет экономно жить. Иначе ты на работе будешь пропадать, и все рукавом растрясет. Будь очень внимательен. Ты парень, видный такой, чтобы, кажется, не заглупил. Ну, спасибо, да. Вот поэтому я просто расстался три недели назад и думаю, написать, не написать. Но я не уверен, что она там изменяла мне или что-то такое. Ну, просто, ну, так получилось. У меня близкий человек, брат во Христе, Виктор. И мы, когда в миссионерской поездке были, во Франции были. И во Франции там нас пригласили. А она бы из Белоруссии. Точно так же из Белоруссии и во Франции. И познакомились. Потом они переписывались. Она приехала. И у нас в деревне-то уже храм стоит. И они там повенчались. Если вы зарядите у нас на Ютубе и напишите так. Бракососчитание в Потеряевке. Деревня Потеряевка. Вы увидите, как она одета. Она как в хиджабе. Два платка. Сама высокая. Даже, кажется, на один сантиметр выше его. А он там под метр восемьдесят, наверное. Такая интересная пара. Сейчас уже двое ребятишек. Ему пришлось переехать пока во Францию. Он учитель. А теперь там на какое-то... Что-то такое. Там учит язык, да. Так что, если вы в Мейл.ру зайдете. В Мой мир это. И зарядите. Савченко Виктор. Вы на него выйдете сразу. И скажите. Я во Франции. Девушка из Белоруссии. А у нее тоже белорусская. Вам так интересно будет. И вы с ним, может быть, и встретитесь там. Савченко Виктор. Савченко Виктор. Виктор Николаевич. Вот. Это вы можете его найти. У него своего канала-то нет. Он к нам приходит иногда. Вот если у вас будет желание дальше узнать что-то, я вам скину материалы. Вы по скайпу зайдите. Игнатий Лапкин. Я вам сразу материалы дам на все наши ресурсы. Как у нас сейчас идет общее занятие. Вы можете присутствовать. Вы среди русских людей будете. И вы многое узнаете. Люди хорошие. Все проверенное. Это в скайпе. Это в скайпе. В скайпе на меня когда зайдете, а я вам все скину тогда в скайпе. Игнатий Лапкин. Два слова. Все. Спасибо вам большое. Слава Христу. А мы говорим не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. О, чудо Божье. Так что не отчаивайтесь. Вас как звать-то? Меня зовут Дмитрий. Как? Дмитрий? Дима. Дим, Дмитрий. У меня дед был Дмитрий. Я Игнатий Тихонович, а отец Тихон Дмитриевич. Ну, мы, ребятишек, у нас всегда звали Митя. Митя. Это Достоевский так пишет. Это братья Карамазовых там. Дмитрий Карамазов. Там заголовок Митя. Грушенька его там любила. Так что помолись. Хорошо, если там найдешь православный храм. А через Виктор вы сразу найдете, где они молятся. И тогда все. И пригласи эту, с кем ты был. И скажи, давай мы начнем все по-хорошему. Перед Богом. И ты не будешь благодарить Бога, что у нас произошла эта встреча сегодня. Это не мое, что я говорю. Я все абсолютно говорю по Священному Писанию. Я вам показывал Библию. Вот в ней все написано. И когда вы зайдете на наш сайт, то справа увидите, вот так столбцом стоят 55 папок. Я там отвечаю студентам в университетах, на радио, в милиции. Я везде вел занятия. Отвечаю на 4124 вопроса. Это болезнь, работа, мусульманство, еврейство, соробрячество, православие, будущие судьбы, биры, политика, войны. Такие папки называются. Ты мне в папку ткнешь только? Откроются одни вопросы, в каком томе в моей книге. Ну, выбрал вопрос, тебе интересно. Откнул, теперь она разворот дает полный текст. То есть очень сильно... Это сайт. И там все книги можно скачать. Книги. И вы когда зайдете, там моим голосом насчитано 50 книг. 50 книг. Они в интернете есть. И там архипелаг, гулаг мной насчитаны. И вы только откнете, там по главам идет. Библия, сколько частей, златоут, жития святых. Это 12 томов, 1173 биографии. За 20 веков, которые были. Там все найдете. И такого нигде нету в интернете. Это лично наш труд. Лично наш. Ну, это интересно. Хорошо, что у вас там есть развернутые ответы на все вопросы. Да, ответы и книги. Книга одна на первой странице тоже. К истинному православию. Я над ней 40 лет работал. Там вопрос о крещении. Ну, обо всем. Заголовок и как есть. Как это есть. Что такое Библия. Материал огромный. Ну, мне помогали, конечно, там в академиях и профессорах, кто далеко знает. Книг. Это 300 томов мне надо было метелить вот так. Искать отдельные. Это не просто так. Это тяжело. Вот я студентам, когда говорю, я говорю, вот этот месяц, я буду вам на ваши вопросы отвечать. Не просто по Библии, а дополнительно, что сказали 300 поэтов в России за 300 лет по этой теме. На каждый вопрос 6 поэтов с эпиграфом из Библии. На каждый вопрос 6 поэтов по теме. Допустим, какое участие русские поэты приняли в подготовке революции. Значит, я тогда буду, я показываю, кто. Что сказал тот-то, тот-то, там Пушкин, Высоцкий. Поэтов. 300 поэтов. Эту книгу ее сразу сметают с прилавка, где она есть. Ну, представьте, на каждый вопрос, что говорит Библия, что говорят святые отцы, что каноны, что жития. И плюс поэты. Поэты России. За 300 лет 300 поэтов. И вы это найдете. Это 26 том. А книги все уникальные. Они в пророческом духе написаны. И она, а наши поэты, там все абсолютно, вот как, какие вопросы задавали, какие тысячи проповедей в храме говорил, там, в Москве, в Лиссабоне, допустим, в Тбилиси, в Нью-Йорке, там, где Вашингтоне. И все, все проповеди, на магнитофон записывались. А теперь они отпечатаны в Ворде. Материал огромнейший просто. Вы когда будете считать... А это вы там... Сколько лет вы отдали, чтобы записать огромный такой том? 9 лет я не вылазил за компьютеры. Считая с воскресеньями, с субботы, ни одного выходного. 14-16 часов каждый день. Больше 30 тысяч... Ничего себе? Больше 30 тысяч часов я провел за компьютером, когда издавал книги. Но это много? Это очень много? Очень много. Очень. Так я в Верской занимался с 9-го тома, их 38. А если... Ну, 38, а только в бумажном варианте. Это очень было тяжело. Я вот с детьми всегда купался. В пятницу у нас большая яма там есть, костер горит. И вот я даже на костер не ходил. У меня написано там 3467 стихотворений. И каждое стихотворение по 9 куплетов. Это 4 тома стихов по 800 страниц. Ничего себе. А это спрашивают, много нет? А это Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Блок. Так это меньше у них. Так у них за всю жизнь, а это за 9 лет были написаны. И при том, черновики целые и ни одной поправки нет. У чистого листа писалось все. Это как будто мне Бог диктовал это. Я вот могу сказать. Ну, некоторые, которые я знаю. Я на корабле был. Хотите, я расскажу. И они положены на песнопение. Они поются. Вот вы сейчас зарядите. Напишите сейчас прям сразу. В Ютубе зарядите такое. Примерь к себе своим воображением. В Ютубе зарядите. И там Виктор Николаевич, он как раз там и сидит. И играет на гитаре и поет. И вот слова такие. Перимерь к себе своим воображением все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал. Истратил всю казну. Уверенность пожег. В истерике, в бессилии их измотало. В горних перевалах, там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мёд Акриды, а штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошёл. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всё гляжу. То есть я умер, отошёл. Красиво. А вот второе-то у меня на корабле. На корабле рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка, объятие холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой. О чём бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе. На вечно девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнётся волной, дай Боже, чтоб к небу с своей кончиной других я увлёк за собой. Это тоже поётся. Очень много смысла. Да, ну, смысл там. Надо ещё такая экстраполяция во времени конкретному человеку. Они так написаны, с таким переносом. Это человек, когда сразу просчитает, он не сразу даже доходит. У него словарного запаса не хватает. И стихотворения не два, не три, а 3467. И все по девять куплетов. И ни одной помарки нет, черновики все целые. Это является невозможным. Это никак. Поэтому я себе ничего не приписываю. Это благодать Божия. Я молюсь. Вот моё оружие. Семикратно в день. Да, у меня тоже. О, вот это. Называется чётки. Это сто. Семь раз в день надо молиться. Мы молимся. Не считай утреннее, вечернее. То есть, в среднем, тысяча поклонов в день. И Господь делает так. Люди говорят, а как ты веришь? А Бог есть, нет? Я живой. Живая молитва от живого Бога. Я получаю ответ. Такие чудеса. И сдавать это огромные деньги. Это так дорого стоит. А денег у меня нету. У меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. Всё. А у нас только на одну горючую, когда мы доехали до Лиссабона, ушло 440 тысяч. Наша грузопассажирская «Газель». Нас трое и собака. Что интересно, собака. Первый раз мы вернулись, и она на соревнованиях сразу взяла приз. Чемпион Сибири. Второй раз вернулись. Она сразу стала чемпионом России. Я в уголовном розыске занимался, знаю, что с собаками. И дорогой, когда останавливались, я всё время занимался с ней. А хозяин у неё, он кинолог, с собаками занимается. И это всё заснято. Его сдавать ураган собака. Немецкая овчарка огромная такая. Она нас охраняла. А мы ночевали в лесополосах, где-то что-то. Это мы должны быть живые. Мы от людей скрывались. А утром рано мы должны в городе быстрее библиотеку. Там я выступаю перед ними, даю книги, получаю документы, и опять скорее дальше. Вот на Восток ездили, у нас каждый день в среднем тысячу тридцать километров было проездено. Каждый день тысячу тридцать километров. Два шофёра меняется. А? Много. Много. Мы отбои у нас был в десять часов, а подъём в два часа ночи. В два часа мы уже снова трогались путь. И главное, захватили это, представьте, Бескандинавию, Великобританию, визу оформлять вначале. И всё это на русской газели. Тут все говорят, вы маленько это шаурубки. Ну она же что? Какая машина-то? Ну вот мы так решили. Так у нас в Австрии перед машиной становились там корреспонденты, кто? Путин, Россия, газель. Путин, Россия, газель. Это интересно всё. И всё заснято. Вот там, если вы зарядите, такой Венспилс. 52 года в пути. Вот даже черкните. Вы увидите там, как я вернулся на то место. Венспилс. Венспилс. Это город в Латвии. Венспилс. 52 года в пути. Ролик. Вы прям сегодня посмотрите. Мы приехали на то место, где я покаялся. Моряком был когда. А там дома того нету, людей нету. И я там плакал и молился. Знаете что? Если вы удержитесь, то это хорошо будет. Вы увидите плакать со мной. Кто бы не смотрел, все плачут. Я вот записал. Да. Венспилс. 52 года в пути. Да. Вам всё понравится. Ну что? Если вопросов нету, до свидания. Ну спасибо вам большое. Было очень приятно с вами пообщаться. Я сейчас прям сейчас наберу ваш канал. Канал наберите. Всё. Я говорю, что вы наткнётесь. Много будет отрицательного. Вы на разумный мужчина. Вы поймёте. Эти люди ничего не имеют. Они берут с моих роликов. Ну переворачиваются. Слова вставляют там разные. Огонь там горит вокруг. Ну что я могу сказать? Да это специально. Специально. Ну на меня никак не действует. У меня каждый день 10-13 роликов выставляется. Я вот в сядю рулетки. Сколько сейчас? 70 дней я уже здесь. И у меня уже составлено 250 роликов. Беседа. Ничего себе. Вот это с вами говорим. Это отдельно. Вы там его найдёте через день. На нашем ютубе. Нашу беседу. Спасибо вам большое. О, слава Христу. Вы заглянете. А вообще было очень приятно. Желаю вам всего самого лучшего. И вам тоже желаю. Спаси Христос. Вместе с вами за вас повалились. Я тоже помогу. Хорошо. Мы вспомним вас сегодня. Сейчас будем болиться. Вы только будьте внимательны. Не торопитесь с тем, о чём вы говорили. Возьмите вину на себя. Вы не пожалеете никогда. Хорошо. Нормальный человек очень сильно это оценит. Скажет. Вот это надо же. Я думал, что он хороший. Но не такой же степени. Понимаете как? Хорошо. Обязательно попробую. Всё. С Богом. Всё. Храни Господь. Удачи. До свидания. До свидания. До свидания.